В этой маленькой комнате за старшим абонементом библиотеки Мини Пушкина хранятся настоящие сокровища. Это литературный мир Александра Сергеевича. Сюда попадают редкие издания произведений великого поэта, сувениры, которые библиотекарь привозит из пушкинских мест, Гатчинского района, Санкт-Петербурга, Михайловского, Болдина, генеалогическое древо его семьи. Коллекцию мини-музея пополняют не только сотрудники. Большой вклад в создание экспозиции вносят читатели и друзья библиотеки. Например, рукодельница Светлана Кошкина по просьбе библиотекарей связала куклу поэта. Мы, конечно, очень рады, что у нас есть такой Пушкин, несерьезный, конечно, смешной, но мы его очень часто, он разбавляет, вносит нотку, какую-то изюминку в наше мероприятие, и мы часто его используем. Он нас гастролирует, не только здесь живет, но и в библиотеке, и даже на телевидении мы иногда его берем. Настоящая жемчужина музея – выставка книжной миниатюры. Это тоже подарок друга библиографа Славы Матлиной. Также в экспозиции – открытки с видами пушкинских мест России, пейзажи Дмитрия Белюкина. Есть целый стеллаж, посвященный Нижегородской земле. Первый раз Пушкин посетил Нижегородчину перед Женитьбой. Эти места болдинские послужили для Пушкина источником вдохновения, и мы знаем, что еще два раза Пушкин после этого возвращался в эти нижегородские земли для того, чтобы искать там вдохновение и написать какие-то свои новые произведения. Выставка не имеет возрастных ограничений. Сюда приводят и детсадовцев, и школьников. Для каждого возраста своя программа. Старшеклассникам рассказывают, как Александр Сергеевич изменил русский язык. Малышей погружают в мир его волшебных сказок. Взрослые тоже с удовольствием посещают литературный мир Пушкина. Взрослые обычно очень интересуются родословным древом семьи Пушкиных. Почему Пушкины, где Пушкины, в каких моментах породнились, например, с царями. Очень интересная история детей Александра Сергеевича Пушкина. Их судьба очень интересует. Поэтому, конечно, у нас есть такие редкие книги, как «Тысячелетнее древо Пушкина». Уже 14 лет детская библиотека носит имя великого поэта и отмечает все значимые даты, связанные с Пушкиным. Например, каждый год 6 июня в библиотеке проходит празднование дня рождения Александра Сергеевича. Этот год не станет исключением. Библиотекари уже готовят новую программу, придумывают игры, ребусы и викторины по стихам и сказкам великого поэта. Екатерина Опёнова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24.